Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор на Windows 10. Релиз состоялся 29 июля 2015 года и только сегодня я уже ее установил, дождался своей очереди. И установил ее через центр обновлений с 7 на 10 перескочил. Хотя вы можете ее скачать с официального сайта и потом русифицировать. При входе у нас вот такое фото, мы его листаем вверх и если у вас пароль, мы вводим свой пароль и заходим. Здесь у нас рабочий стол, значит я подготовил вам ссылку на скачку в десятке с официального сайта и русификатор. Эти ссылки я вам скину под описание в видео. И также, как же без горячих клавиш, то есть с помощью этих клавиш мы можем вызвать любые программы или что-то иное. Очень удобно. Их я тоже вам скину в описании под видео. Значит, после долгих годов Microsoft все-таки смогли сделать операционную систему для всех типов устройств. И начнем мы сначала с рабочего стола. С помощью клавиши Win Plus Start мы открываем вот такое окно, в котором мы видим все открытые наши программы. И внизу в правом углу мы можем создать еще один рабочий стол. То есть это довольно-таки удобно. Так, закрываем. Значит, далее смотрим. Открываем пуск. Что мы видим в пуске? Значит, в Windows 10, то есть специалисты Microsoft, они объединили классический интерфейс с Windows 7. И метроинтерфейс, который характерен для восьмерки. То есть здесь у нас есть плитка и вот у нас сам список. Можем зайти в проводник. Далее все приложения, которые у нас отсортированы. По алфавиту сначала у нас английский алфавит и в конце у нас уже русский. То есть довольно-таки неплохо. Здесь у нас проводник. Можно посмотреть файлы, которые были открыты последними. Значит, далее. Далее у нас в левом нижнем углу у нас возле пуска есть поиск Windows. Можно удобно все найти. И в правом нижнем углу у нас есть центр уведомлений. Также у нас рядом с кнопкой пуск расположена кнопка универсального поиска, как я говорил. И очень удобно расположена кнопка завершения работы. Также в десятке добавлена командная строка, с помощью которой можно, так сказать, выполнить почти любые действия в операционке. Доступно выделение, копирование и вставление текста. Значит, и в заключении хотел бы сказать, что все-таки на первый взгляд десятка выглядит красиво и, так сказать, завершенно. Хотя она немного сыровата, потому что в использовании программ у вас могут возникнуть проблемы с драйверами или все-таки с совместимостью или приложениями. Хотя по быстродействию мне очень нравится. Лучше, чем семерка. Это я вам серьезно говорю. Очень удобный интерфейс, быстродействие, легко, все можно найти, все то, что вам нужно. На этом все. Я желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, задавайте вопросы, которые вас интересуют.